нужно решить о чем снимать вот эти все обычные свои говорили и видосы на лайв-канале artes artes там ссылка будет в описании ссылочка в описании в общем конспиролог которого я смотрел макс беляев у него там был основной канал про плоскую землю а потом у него появился лайв-канал или обнаружили уже потом где он короче постоянного там материться через каждое слово даже я так не матерюсь как он меня когда посмотрел это такое впечатление было мощное он что-то как-то вот материться это так неприятно не знаю может я тоже отвратительно звучу когда матерюсь но у него прям это на лайв-канале там сплошной мат перемат и это как-то грязно звучало она на самом канале у него не было мата вот в чем прикол но потом когда тема плоской земли загнулась он там тоже уже слился не слился такой же похер лысый с бразерс нормально потом я там сейчас смотрю подписался лайк ставлю этому а ну макс беляева я не смотрю уже много лет сейчас я смотрю там одного анти конспиролога ну который научный фантастом короче ему лайк ставлю потому что канал называется у него там механ теоретик он там теоретизирует каким будет будущее человечество через сто миллионов пятьсот лет там буквально вот так пишет на полном серьезе он потому что там он говорит вы все лохи я самый умный я начитался этой научно-фантастической энциклопедии в библиотеке начитался там и короче он всех там все я знаю все свет я знаю что такое сфера то дайсона и он короче просто рассказывает хуйню вот эту всю вообще просто хуйню за хуйню и рассказывает читает энциклопедию в библиотеке в мамкиной но зато как он кричит там вы все лохи я я мамкин энциклопедист сейчас всем зачитаю научные фантастические сборник энциклопедии от а до я и он так читает прям знаешь вот как ботаник такой прям маменькин такой это сфера дайсона это то 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 первый пункт потом такой паузу делает следующий пункт там как в море срал там тут-то-то-то-то-то-то-то рассказывает там вообще вот прям удак рассказать нуля ну он короче там его видимо гопники боится выходить за пределы библиотеки потому что там гопники отпиздят ждут его уже там он там сидит в библиотеке у мамы под юбкой и рассказывает но нормально я тоже думаю может мне тоже взять этот научную фантастику рассказывать на этом собираюсь про манускрипт войнича рассказывать но я не думаю что это будет многим интересно там еще я не умею делать названия такие чтобы было интересно манускрипт войнича но мне не знаю когда у меня депрессуха была аут пару дней я что-то думал да похер на этот манускрипт войнича и я общался с теми челами ну мужиками которым просто ну в реальности общался тогда я с сидевшими общался блять ну точнее с ними там тусили мы когда рисовал расписывал этот гараж шашлыки ели там ну короче ну там нормальные мужики они нормальные им короче знаешь если бы я сказал знаешь что такое сходите расскажу что такое сфера ой и сфера дайсона манускрипт войнича им сказали да нам похуй вообще они вас к ним просто даже хуй с этим войничем манускриптом блять рукописью и вот у меня тоже вот такое было ощущение что да похуй вообще но вот как невзоров говорил дудю у него дудь спрашивает что вы думаете манускрипт войнича рукопись войнича что вы думаете о манускрипте войнича да мне если честно как-то похуй на манускрипт войнича я не запариваю не думаю об этом это важное уточнение колени болят блять раньше не болели когда потому что бегать не надо было 30 минут еще это на ногах долго стояла рисовал пейзаж кстати надо я бы мог нарисовать нормальный пейзаж если бы фотографию распечатал формата а3 там допустим и по ней бы рисовал причем причем сделал бы пейзаж более простой там дальние горы второй план дальние это деревья размытые вдалеке дальше третий план поближе это дома там две башни такие в треугольные острые треугольники готические башни темно-синие и прямоугольники ну то есть башни такие дальше идут там уже танки вдалеке и поле поле там внизу трава а дальше поле зеленые там коричневое и там идут заборчики там вот это все то есть это можно нарисовать хороший красивый пейзаж без мучений без импровизации а вот этот я рисовал именно импровизируя без фотографии без плана не получилось так ну как бы перестарался там короче на самом деле кажется что не достарался на самом деле перестарался потому что там можно было бы хороший пейзаж намного проще сделать и легко я вот в танке играл ну там знаешь полтора часа играешь это максимум хватает там вот карта старая очень хорошая где башни такие две готические вдалеке вот это вот хороший был визаж там нарисовать и на фоне размытых гор новые карты там шлак полный я все хочу объект 268 дроп 4 там кстати вот этот пт сау который ну су-100 м1 он гоняет на скорости легкого танка 60 километров в час бронированный что его там пробивают не каждый танк и рикошетный и стреляет настреливает неплохо и светит неплохо то есть он такой универсальный это вообще имба деньги у меня кончились просить я пока не решаюсь ну я не знаю короче дело в том что вот эти все материальные дела мне с этим тяжело я пытаюсь вот там идут за мной меня идут максим кац там видишь на привязи максим кац я ничего не против я вообще не хочу вспоминать я не хочу я не смотрю не максима кац они адувана не этих гавриков этот е100 ну немецкий танк 10 уровня 10 уровня самый высокий прокачиваемый тяжелый танк я не знаю даже думал продать и он просто мне выгодно продавать танки продаешь его за три ляма серебра покупать за 6 100 за 6 500 но это ведро короче вот эти танки там просто стреляешь снайперский танк средний снайперский танк 8 уровня немецкий с такой охуеть длинной длинной пушкой такой многосоставной который стреляет там на 150 метров снаряд в землю падает стреляю бесконечно там на расстоянии 300 200 с чем-то метров снаряд просто не может упасть и не мог сделать что попадал ровно в точку это колхозники делали этот мир танков если честно реально это меня вообще ой блин как колени болят все эти дела человеческие типа там они требуют хотя бы даже немного хитрости немного там этого 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 я не хочу с этим всем в этом я думаю мне надо сделать кстати вот это вот тоже составление плана как написать пейзаж это тоже требует хитрости и то есть ты как бы начинаешь подстраиваться под этот мир чтобы то есть начинает уже влазить вот эти вот демоны точнее черти бесы такие вот которые ну я имею в религиозном смысле мира суетливого а когда ты надо этим то ты не планируешь пейзаж ты идешь и раз рисуешь и тебя за это пиздят и увозят потому что рисовать ты не можешь просто так ты не можешь нарисовать когда тебе стена попросила нарисовать вот позвала тебя прессовать ты не можешь не сможешь это объяснить никому понимаешь эх бля я на самом деле погряз когда вот я согнулся с материальным вот этим что с приземленным такими нормальными мужиками не что-то оно несовместимо вот это вот то что ты и вот это оно столкновение происходит такое душе не так что мне там говорили что я отстоит что ты отстою нет просто у меня в такое что мне захотелось окончить с собой осуждаю нужно жить потому что я пришел к выводу что чтобы пейзаж гараж разрисовывать и чтобы у тебя заказы были это нужно просто да чтобы вообще вот просто я был бы чтобы меня не выгнали с этого училища проклятого художественного с которого меня вышвырнули как гитлер гитлера только гитлера вежливо вышвырнули меня агрессивно мне нужно было просто ну с этими 50 ребят в религиозном смысле с пьесами с чертями с материального суетливого мира блядь кто там орет Максим Кац Максим Кац ты там потише блок записывай свой спокойнее не гавкай сильно что-то громко орет Максим Кац или кто там этот одуванчик или кто там короче тебе приходится короче вот это все пиздец вот ты если ты не от мира сего то ты просто понимаешь какую то пропасть упал имеется ввиду вверх или вниз там как угодно ты просрал всю жизнь потому что ты не подстроился от бесенков чертенков я имею ввиду не людей вот а ты не ты ты писал вот от души и тебя вышвырнули ты это ну картины вместо того чтобы составить план хитренький такой слабоумно хитренький типа как как понравится преподавателю уёбищному пидору нет комофобии осуждаем комофобию а этому преподавателю этого ебаного училища и директору как блять как блять составить план так чтобы написать пейзаж так чтобы понравилось это преподавателям блять уебаном этим хэ сука я бы там колумбайн устроил если бы легализованный был огнестрел и все блять ну осуждаю нельзя я бы не устроил ничего короче ты понимаешь настолько что жизнь без жить бесполезно если ты снова начнешь если ты начнешь идти к этому миру от мира не от мира всего к этому миру типа составишь план например хотя бы как написать пейзаж так чтобы было красиво для нормальных мужиков я действительно считаю нормальными мужиками они то они я их вообще не критикую ни в чем просто я говорю о том что о другом ты уже идешь по пути хитренького такого вот по пути приспособления и ты понимаешь что надо ну Роскомнадзор ну ты понимаешь что я имел ввиду но я не одобряю нельзя так делать нужно жить короче у меня возникло ощущение что я я прямо сейчас это у меня было когда вчера или позавчера такое ощущение блин как же объяснить я мог объяснить но это это я я я я я знаешь с одной стороны ты просрал свою жизнь а с другой стороны ты был не от мира сего всю жизнь и так и будешь а с другой стороны ты можешь пойти в сторону этого мира чтобы получить от него то что все получают и потерять и то что было не от мира сего и в итоге ты думаешь а может лучше просто просто раскомнадзорнуться ну то есть точнее ты приходишь твоя душа вообще вот бессознательное и всесознательное все твое существо приходит к выводу что единственное решение просто прекратить все это я раскомнадзор ну осуждаю нужно нельзя раскомнадзор запрещает не поэтому тоже я нельзя нужно жить жить надо раскомнадзор сказал надо жить живи в библиотеке под мамкиной юбкой ты сидишь читаешь энциклопедию этот механ теоретик блять читай энциклопедию свою блять не выходи за пределы в библиотеке а то отпиздят гопники сразу пизды да тут прям они там ждут уже блять когда уже ты выйдешь а он все скидывает новые и новые видео там 10 тысяч лайков на каждом про то какой космос охуительный там какое человечество прогрессивное блять гопники там вот под окнами вон он сидит там механ теоретик вон там вот в библиотеке а гопники вот здесь вот сидят вот семечки плюют и ждут когда уже отпиздить его блять а он все про то как человечество станет там железные гиганты искусственные планеты начнет строить блять кос в космос там дорогу проведут блять ну я ему лайк поставил потому как он он это ну короче вот там вот сидит вот там вот за окном у окошка под мамкиной юбкой механ теоретик хотя я извиняюсь если он боксер там на самом деле и просто прикидывается то ну как этот Михаил Дрожжин прикидывался Азон на него наехал выебнулся и тот такой давай опиздиться но Азон затерпел короче если ты на самом деле не сидишь в мамкиной юбке то короче извини не пиздец не пиздец я не буду пиздец я инвалид не шучу но мне не платят пособие короче смотри вот он сидит там вот представь что это библиотека вот он сидит там вот а гопники прямо прямо под окном и они кричат эй выходи давай лох там а он короче такой записывает видосики когда они прекращают орать он такой извините извините мальчики но он говорит как мамка извините мальчики можете пожалуйста это мой сыночка хочет видосик записать для ютуба можете пожалуйста десять пять минут помолчать он допишет и он короче это все что там он такой мама маменька мама маманька все сыночка сыночка любимый мой все начинай три два один и он короче начинает здравствуйте я великий я лучше вас всех я все знаю я читал энциклопедию сейчас вам прочитаю прям вот так вот говорит я чувствую его вот это вот восторг превосходство ха и он я чувствую вот насколько он охуенен и я лайк ему ставлю подписался блять каждый на каждое видео лайк ставлю он там читает Свера Дайсона Это И так 5 минут читает Пока гопники молчат Там сидят, типа, ну, просто семечки Щелкают, мама их Его мама семечки Им дала, чтобы они пощелкали Пока не орали там Или на сигареты Дала денег им, чтобы они покурили Там, на пиво Это такой, почитал Все, 5 минут прошло, выключают видос Все, там, кстати, молчание Посреди этого Короче, все, гопники опять начинают Эй, выходи, лох там Че прячется там? Выходи, бля Там это А он читает Про то, что люди будут Железные, гигантские Планеты строить, там Марс ассимилируют Венеру ассимилируют Сатурн, Юпитер Хуен Плутон ассимилирует, блядь Вообще, миздец Полностью, короче, оторванный от жизни Там Его от реальной жизни Отделяет буквально окно Окошечко И мамкина юбка Ну Блядь Он не выходит просто из библиотеки Потому что его отпиздят сразу Блядь Ну вообще Он охуенно там Они там угорают над ним За кадром Но если он боксер на самом деле И прикидывается Как этот Как дрожжин Как С Азоном был случай То я, короче, беру свои слова назад Значит Я Я просто Это Я не буду пиздиться Или что-то доказывать Не приезжай ко мне в город Не пизди меня Вот Зайди, посмотри Я жалкий Ищу любовь Это я писал Несколько лет назад Когда Не принимал Флоксетин Потому что И было число Сильное одиночество Так и не нашел любовь А я сейчас Пока он там Записывает Про то, как Человечество На миллионы лет Через миллион лет Будет Всю Вселенную захватит И Создаст новые Вселенные И Новое солнце Создаст И вселенные Там и все Блядь Пойду Отолью сейчас В укромном месте Ой, какой пиздец Извеняюсь Ну я Я, кстати Блядь Ну я Продолжение следует...